В Московской области благодаря губернатору создана эффективная служба социальных работников, которые оказывают бесплатную помощь малообеспеченным и нуждающимся в поддержке гражданам. Лучшим из них Андрей Воробьев вручил областные награды в честь профессионального праздника. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца и понимают, что она несет пользу, у них, напротив, вырастают крылья. В Одинцове на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации два года назад появилась общественная организация «Серебряные волонтеры». Ее участниками стали члены клуба «Активное долголетие», а руководит организацией Елена Фисенко. За ее плечами уже немало добрых дел. Когда тебя благодарят, тебе хочется это слышать снова и снова. Тебе хочется вот этих эмоций от людей получать, и ты заряжаешься этим. Поэтому, знаете, тут нельзя сказать. То есть мы, да, ты затрачиваешь, но тебе сполна это все воздается. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Именно с таким девизом идет по жизни Елена. Ее команда «Серебряных волонтеров Одинцовского округа» помогает многодетам и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям. Также вместе с остальными участниками она оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной. Мне очень трудно было. Я про щиточки не ходил. А в институте помогали тем, что доставляли продукты, и то спасибо им. На данный момент в общественной организации 52 человека. Уже не первый месяц они активно помогают в пунктах сбора гумпомощи для наших бойцов и жителей освобожденных территорий. Шьют балаклавы и маскировочные сети для участников спецоперации. Помощь замечают многие, за что сердечно благодарят. Я иногда спрашиваю его, Лена, а чем вы заряжаетесь, от какой розетки? Она говорит, я заряжаюсь добрыми делами. В сфере соцзащиты населения Московской области трудится 18 тысяч человек. Под их опекой находятся 2 миллиона жителей старше 60 лет. Бесплатной помощью социального работника могут воспользоваться граждане, имеющие доход ниже или равный полуторной величине прожиточного минимума для пенсионеров. Екатерина Крамар, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.